С войной покончили мы счеты, перешли, пошли, демо. Песни, опаленные войной, звучали в минувшие выходные в Доме национальности. В зале ветераны различных вооруженных конфликтов, от Великой Отечественной до Чеченской. На сцене школьники и воспитанники домов детского творчества. Детям нужны такие мероприятия для того, чтобы они не забывали те годы, схоронили память о своих дедах, прадедах, воевавших в Великой Отечественной войне, войне погибших на фронтах. И хоронили это в своих сердцах. Сложно сказать, кому этот концерт нужнее. Ветеранам, чтобы те знали, их подвиг не забыт, или молодому поколению, воспитательных целях. Это мероприятие для ветеранов, чтобы они знали, что их помнят, ценят и знают, чтобы они видели, что делает будущее поколение для России. Для России, для них, то, что мы помним, мы ценим и уважаем их подвиги и труды. Команда «Р» Дома детского творчества номер 3 приготовили для гостей не просто танец, а настоящее театрализованное представление со своей историей и философией. У нас две деревни. Одна деревня и другая деревня. Вот, там васильки и пастильки. И мы там ехали танки, мы победили, победа, радуемся. Играем в ремушку. Присутствующие на концерте пришли к единогласному мнению, что такие добрые душевные мероприятия нужно проводить в течение года, а не только накануне праздника Победы. Ветеранам, а их осталось не так много, нужно больше внимания. Надо найти возможность просто накануне Победы прийти, поздороваться, если смогут что-то рассказать, вспомнить о чем-то. И это для них будет, может быть, гораздо больше, чем принять с пакетом там продовольствие. В России дорога закрыть никто не может. Мы воевали, мы победили, ветеранам победили. У нас в истории России никто не победит. Поэтому мы двигаемся дальше, молодожи научим, что вы никогда не сдаете. Берегите Россию, берегите себя, берегите Россию нам. К городской акции «Песни о паленой войной» школьники готовились в течение всего учебного года. В холле Дома национальности разместили выставочную экспозицию. Рисунки, поделки, аппликации. Война – неиссякаемый источник для творческого вдохновения. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова